почему хасиды одеваются по польской моде 18 века это очень хороший вопрос на самом деле очевидно что канон одежды не прописан в торе канон одежды не может быть прописан в торе потому что одежда меняется стиль меняется мода меняется и у нас всегда мы балансируем между модой которая как сказал хофетсхайм является глупостью приходящий со временем и тем что мы должны одеваться мы хотим одеваться как одевались наши предки мы балансируем между этими двумя двумя моментами какие-то группы еврейского народа акцентирует больше вопрос современной одежды какие-то группы еврейского народа акцентируют вопрос на то есть выбирают одеваться так как одевались предки разумеется в торе напрямую это нигде не написано есть есть какие-то общие то что называется guidelines какие-то общие есть какие-то общие указания по этому поводу то есть например красная одежда не рекомендуется потому что красный это цвет и сава одежда должна быть скромной разумеется не только у женщины но и мужчины мужчина тоже должен одеваться скромно что такое что точно называется скромная одежда у мужчины что что скромная одежда у женщины это тема для отдельной лекции но как бы то ни было у нас всегда сильно желание одеваться как одевались раньше потому что мы хотим показать что на самом деле мы не как все народу, мы хотим показать, в первую очередь, самим себе, что мы несем в себе изумительно красивую, великолепную традицию наших предков, Тору, которая не меняется, Тору, которая вечна, образ жизни, который вели наши предки. Мы пользуемся электроникой, пользуемся мобильными телефонами, мы ездим на машинах, да, мы летаем на самолете, в этом совершенно нет никакой проблемы. Но одежда – это вопрос самоопределения, и мы хотим самоопределиться для себя и для окружающих, и показать и себе, и окружающим, что мы несем ту самую традицию, которую несли наши отцы, и поэтому мы стараемся одеваться так, как одевались они, а у хасидов, не обязательно польских, у украинских тоже, и у венгерских евреев, огромного количества еврейских общин по всему миру, до сих пор остался обычай одеваться так, как одевались предки, потому что это продолжение красивой старой традиции, связанной с образом жизни вообще.